Доклад количественной МРТ скелетных мышц в диагностике рабдомиолиза. Буквально продолжаем. Была донервация, теперь рабдомиолиз. Очень здорово. Спасибо. Глубоко уважаемая Алла Красновна, глубоко уважаемые коллеги. Рабдомиолиз это синдром деструкции мышечных волокон поперечно-полосатой скелетной мускулатуры, который характеризуется миалгией, повышением уровня сыворочных ферментов, таких как креатин, фосфокиназа и уровень миоглобина, а также миоглобину ри. По данным литературы, рабдомиолиз это достаточно редкое заболевание. Например, в период 2008-2013 год в странах, указанных на слайде, было зарегистрировано всего 6364 случаев. Причем 18% из всех этих случаев было осложнено острым почечным повреждением. Причин рабдомиолиз достаточно много. Это чрезмерная физическая нагрузка, часто с эксцентрическими характеристиками, которая является многоповторной, чрезмерной и сопровождается рядом других неблагоприятных условий, так называемый постнагрузочный рабдомиолиз. Затем это прямое воздействие на мышцу какими-то физическими факторами, это может быть сдавление, это может быть ожог, это может быть какое-то обморожение. И воздействие различных химических веществ. Это могут быть токсины, это могут быть лекарственные препараты, а также наркотические препараты и алкоголь. Хочется подчеркнуть, что до 20% всех случаев рабдомиолиза осложняется острым почечным повреждением. При этом в каждом четвертом случае при остром почечном повреждении наступает летальный исход. Если оценить распределение рабдомиолиза по возрасту и полу, хочется отметить, что 2 трети всех случаев рабдомиолиза приходится на молодых людей в возрасте от 18 до 31 года. Диагностика рабдомиолиза опирается в первую очередь на оценку анамнеза и клинических данных. То есть это выявление какого-либо фактора, который может вызвать рабдомиолиз. Это либо физическая нагрузка, либо травма, либо воздействие каких-то химических, либо инфекционных агентов. Клиническая картина характеризуется обычно триадой. Миалгия, мышечная слабость и уменьшение объема и цвета выделяемой мочи. Так называемый симптом мочи цвета кока-колы. Из лабораторных данных наиболее важны определения уровня креатин-фосфокиназа сыворотки крови и уровень миоглобина крови. При этом КФК считается более чувствительным маркером, а уровень миоглобина более специфическим маркером для рабдомиолиза. Миоглобин урия выявляется достаточно редко, всего в 20% случаев. И данный параметр менее важен в диагностике рабдомиолиза. Среди инструментальных методов наибольшую важность имеют электронеомиография, ультразвуковое исследование и магнитно-резонансная томография. По своим МР-характеристикам рабдомиолиз можно разделить на два типа. Первый тип – так называемая отечная форма рабдомиолиза, которая характеризуется однородным гиперинтенсивным МР-сигналом, часто симметричным с обеих сторон, такого перистого вида по ходу мышечных волокон. Причем достаточно типично, когда повреждается весь мышечный массив внутри одного фоциального футляра. При этом отсутствуют какие-либо изменения на Т1-звешенных изображениях. В 20% случаев развивается рабдомиолиз второго типа, так называемая деструктивная форма, при котором сигнал на Т2-звешенных изображениях имеет сигнал неоднородный по своей структуре. Появляется гиперинтенсивный сигнал на Т1-звешенных изображениях, лучше всего это видно при применении подавления сигнала от жировой ткани. А также при рабдомиолизе второго типа можно наблюдать отсроченное накопление контрастного вещества, причем где-то минут через 10 после введения контрастного вещества, что характеризует появление участков некроза. Целью нашего исследования было оценить возможность количественной магнитно-резонансной томографии в диагностике и мониторинге динамики течения рабдомиолиза различной теологии. Задачами являлось определение условий и порог отсечения времени Т1, Т2 и Т2-звездочкой релаксации для мышечной ткани, характеризующей рабдомиолиз с оптимальной чувствительностью и специфичностью. Вторая задача – это проанализировать взаимосвязь количественных МР-параметров и лабораторных параметров, и также оценить возможность использования релаксометрии в мониторинге динамики патологического процесса. Наши исследования проводились на высокопольном магнитно-резонансном томографии фирмы Philips. Протокол сканирования представлен на слайде. Было обследовано всего 80 пациентов с одной или несколькими жалобами на миалгию в течение двух дней либо более, отеки конечностей, слабость в мышцах, либо потемнение мочи. У 48 пациентов был выявлен гиперинтенсивный сигнал от мышечной ткани на Т2-звездочных изображениях. Эти пациенты вошли в основную группу, все остальные вошли в контрольную группу. Если оценить таблицу распределения по возрасту и полу, также можно увидеть, что большая часть пациентов – это молодые мужчины в возрасте от 18 до 25 лет. Всего по нашей методике было выявлено 16 случаев рапдомиолиза. Был получен один ложно-отрицательный результат, который, скорее всего, является следствием позднего обращения пациента. Сканирование было выполнено только на десятые сутки после начала заболевания. Все остальные случаи повышения интенсивности сигнала от мышечной ткани соответствовали другим заболеваниям. Чаще всего это различным видом миопатий и миозидом. Чувствительность при этом полуколичной методики составила 94%, специфичность – 71%. Несмотря на достаточно высокую чувствительность стандартных протоколов МРТ выявления рапдомиолиза, существуют определенные сложности. Во-первых, это невысокая специфичность исследования. Во-вторых, это трудности при определении динамики и разрешения патологического процесса. Для улучшения эффективности МРТ нами были применены методики количественной магнитно-резонансной томографии. Вообще, в целом, магнитно-резонансная томография позволяет выявить множество характеристик тканей, которые можно посчитать количественно. Но наиболее важными из них, на наш взгляд, следует считать именно время Т1 и Т2 релаксации, которые являются основными внутренними параметрами тканевого контраста. По нашей методике, что себя представляет наша методика? На слайде представлено сам процесс восстановления продольной на магниченности и сверху уравнение, которое описывает этот процесс. Один из коэффициентов этого уравнения и есть время Т1 релаксации. Для того, чтобы ее определить, применялись последовательности инверсия восстановления с переменным значением времени инверсии. При этом было на каждый срез получено по 8 изображений. Эти изображения обрабатывались специальным программным обеспечением, в результате чего в каждой точке изображения был высчитан коэффициент Т1. Вследствие чего мы получали карту Т1 релаксации мышечной ткани в дайком формате. Соответственно, в любой области можно было измерить уже не интенсивность сигнала, а время Т1 релаксации. Для удобства визуализации были также использованы цветные карты, для более наглядной визуализации. Для получения карты Т2 релаксации использовались протоколы с использованием множественных эхо-сигналов. Их мы использовали 20. В результате получались 20 изображений на каждый срез с различными параметрами времени эхо. Если при этом использовалась последовательность спин-эхо с интервалом ТЕ от 8 до 10 миллисекунд, мы таким образом получали карты Т2 релаксации. Если использовались последовательность градиентного эхо с интервалом от 1,5 до 3 миллисекунд, то тогда получались карты Т2 релаксации со звездочкой. Точно так же дайком файлы использовались для подсчета величины времени релаксации. Цветные карты использовались для наглядной визуализации. Т1, Т2, вообще время релаксации имеют относительно постоянные значения у нормальной мышечной ткани и изменяются при патологии, что подтверждено рядом исследований. При оценке времени релаксации у пациентов контрольной группы нами были выявлены интервалы нормальных значений времени релаксации. Для Т1 это составило от 760 до 860 миллисекунд, для Т2 релаксации это составило время от 34 до 44 миллисекунд и для Т2 со звездочкой релаксации от 21 до 31 миллисекунды. Причем эти все значения соответствовали нормальному распределению и интервал этих значений получился достаточно небольшой. В результате верхнюю границу этих интервалов мы использовали как пороговые значения между нормой и патологией. На данном слайде представлено изображение грудной клетки пациента с постнагрузочным рапдомиолизом больших грудных мышц. Отмечается протокол СТИР, отмечается гиперинтенсивный сигнал от больших грудных мышц, однородной по структуре и достаточно высокой интенсивности. Были по методике получены карты релаксации, в результате чего было выявлено значительное повышение всех видов релаксации, то есть и Т1, и Т2, и Т2 со звездочкой. При анализе всех пациентов были получены интервалы значений, которые характерны для рапдомиолиза. Для Т1 релаксации не буду зачитывать, представлены на слайде. Стоит отметить, что тип рапдомиолиза достаточно сильно влияет на полученные значения времени релаксации. Если для рапдомиолиза 1 типа характерно увеличение всех времен релаксации, то для рапдомиолиза 2 типа все несколько сложнее. На данном слайде представлены голени пациента с рапдомиолизом 2 типа. Вследствие длительного позиционного сдавления конечности отмечается неоднородный гиперинтенсивный сигнал на протоколах, взвешенных по Т2 с жироподавлением. Также отмечается гиперинтенсивный сигнал на протоколах Т1. Справа представлены карты релаксации. Так вот, для областей гиперинтенсивного сигнала на Т2 взвешенных изображениях, так же как и при первом типе, характерно повышение уровня Т2 релаксации. В то время как для областей с гиперинтенсивным сигналом на Т1 взвешенных изображениях, характерно наоборот снижение времени Т1 релаксации. Данный факт объясняется тем, что области гиперинтенсивного сигнала на Т1 взвешенных изображениях соответствуют внутримышечным кровоизлияниям, а также белковому компоненту, такого как свободный миоглобин, а также продуктов воспаления. Все они имеют низкие время релаксации, соответственно суммарное время релаксации Т1 снижается. Вот эти вот все причины приводят к тому, что время Т1 релаксации при рабдомиолизе второго типа можно использовать достаточно ограниченно в диагностике и оценке рабдомиолиза. Для сравнения полученных характеристик был применен рок-анализ для того, чтобы определить пороги отсечения и выявить, какой же из этих параметров обладает лучшими характеристиками в диагностике. При этом все полученные кривые обладали высокой площадью под кривой с достаточно большим уровнем значимости. При использовании критерии Юдена получили вот такие значения, которые представлены на таблице. Но исходя из наших задач, это улучшение методики полуколичественной, были использованы такие значения времени релаксации, которые обладают такой же высокой чувствительностью, как и при полуколичественной методике 94%, но при этом обладают лучшей специфичностью. Все показатели, опять-таки, за исключением Т2 со звездочкой, показали лучшие параметры, но самым оптимальным является повышение времени релаксации Т2 более 66 миллисекунд. Для того, чтобы определить возможность использования времени релаксации в качестве параметра мониторинга патологических изменений, был проведен корреляционный анализ времени релаксации и основных ферментов сыворотки крови и уровня миоглобина. В результате выявилась корреляция всех времен релаксации и лабораторных показателей, причем взаимосвязь сильная и прямая, из чего можно сделать вывод, что эти параметры возможно использовать в мониторинге состояния мышечной ткани при рапдомиолизе. Позвольте представить несколько клинических случаев. Пациент К поступил с жалобами на боли в нижней конечности, которые появились на следующий день после тренировки в спортзале. Одним из упражнений было приседание со штангой на плечах. Через день после тренировки пациент обнаружил потемнение мочи и обратился за помощью. На момент поступления было выраженное повышение креатинфосфокиназы с величиной более 100 тысяч при норме до 180. А также повышение уровня миоглобина и снижение суточного диуреза. Отмечается, что на 10-й день в динамике заболевания все лабораторные параметры пришли в норму, в то время как клинический еще компонент присутствовал у этого пациента. Что происходило на МРТ? Было проведено исследование на 3-й, 10-й, 28-й день. На 3-й день был обнаружен гиперинтенсивный сигнал на Т2-озвешенных изображениях, а также повышение времени релаксации сверх критериев. На 10-й день отмечается незначительная положительная динамика на Т2-озвешенных изображениях, причем лабораторные показатели, напомню, они пришли уже в норму. Соответственно, при оценке количественных параметров отмечается достаточно выраженная положительная динамика, особенно хорошо это видно на Т2-картах, но при этом время релаксации еще не соответствовало нормативным значениям. Пациент продолжил лечение на 28-й день, на протоколах СТИР отмечается еще достаточно сомнительная картина, но время релаксации, что Т1, что Т2, что Т2 со звездочкой, пришли в норму, вследствие чего пациент был выписан под наблюдение врача. И еще один клинический случай, это уже клинический случай рапдомиолиза верхних конечностей. Пациент М выполнял длительную физическую работу по переноске тяжестей на выпрямленных руках, обродился с такими же жалобами, как и предыдущий пациент. При этом те же у него были изменения лабораторные в крови. У этого пациента на 15-й день была нормализация всех лабораторных показателей. Что на МРТ? Отмечается на второй день, это выраженный гиперинтенсивный сигнал от наружной внутренней головы к треуглавой мышце, а также от передней зубчатой мышцы. При этом нормальный сигнал на Т1 в свеженных изображениях. И выраженное увеличение времени релаксации как Т1, так и Т2. При этом на 15-й день заболевания у пациента полностью пришли в норму лабораторные показатели. Клинически он практически ни на что не жаловался, и пациент был выписан. Перед выпиской мы ему сделали магнитно-разносную томографию и выявили, что достаточно еще высокой интенсивности сигнал на Т2 в свеженных изображениях и достаточно еще существенное повышение времени релаксации. При этом пациенту было рекомендовано ограничение физических нагрузок и контрольное исследование через 10 дней. Через 10 дней пациент подошел, при этом отмечается полное восстановление мышечной ткани как на полуколичных, так и на количественных методиках. Какие можно сделать выводы? Разработанная методика с использованием протоколов инверсии восстановления и мультислайз, мультиэхо позволяет улучшить возможности МРТ в диагностике рабдомиолиза. Оптимальными значениями количественной МРТ для диагностики рабдомиолиза является повышение времени релаксации Т1 больше 1044 мс, Т2 больше 66 мс и Т2 со звездочкой больше 41 мс. Подчеркиваю, все эти показатели только при индукции магнитного поля 1,5 Тесла. При индукции магнитно-разносного томографа других величин эти величины тоже будут меняться. Третий вывод – это наличие корреляционной связи между изменением времени релаксации и лабораторными показателями. И четвертое – то, что восстановление времени релаксации до нормативных значений позволяет сделать вывод о полном разрешении патологического процесса. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Вопросы, коллеги? Спасибо. 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 Спасибо.